С начала года в области выявлено 925 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. При этом с 15 по 21 января отмечен рост заболеваемости более чем на 11%. Самый высокий показатель на территории Уральска. В связи с ростом числа инфицированных по области принимают новые ограничительные меры. Долгие праздничные дни сыграли свою отрицательную роль. Инкубационный период заболевания составляет 14 дней, так что сегодня стационары принимают тех, кто заразился в первых числах января. За прошедшие сутки на территории области зарегистрирован 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Займтость коек в инфекционных стационарах превысила 50%. В целях стабилизации эпидемиологической обстановки было принято новое постановление главного санитарного врача области об усилении ограничительных карантинных мер. Постановление вступит в силу 25 января. С этого времени будут введены следующие ограничительные меры. Сохраняется запрет на проведение семейных, зрелищных и спортивных мероприятий. 80% сотрудников организаций, не задействованных в противоэпидемических мероприятиях, должны быть переведены на дистанционную форму работы. Изменится график и объекты торговли. Следующие ограничительные меры коснулись продовольственных и непродовольственных открытых рынков. Будут приостановлены в воскресные дни. Продовольственные и непродовольственные крытые рынки. Приостановление деятельности будет в субботние и воскресные дни. Торговые дома и центры с приостановлением работы в субботние и воскресные дни, за исключением продуктовых супермаркетов, аптек, салонов красоты, химчисток, расположенных в них. Непродовольственные магазины также будут приостановить свою деятельность в субботу и воскресенье. Объектам общественного питания разрешено работать с 9 до 22 часов, но с условием заполнения не более 50%, то есть не более 30 посадочных мест. Объектам питания, осуществляющим доставку еды, разрешено работать до 22.00. Фудкорты работают только на доставку и на вынос. Спортивно-оздоровительным объектам разрешено работать в будние дни с приостановлением деятельности в субботу и воскресенье. Те же самые ограничения распространятся на работу саун и спа-центров. Салоны красоты, парикмахерские, объекты, оказывающие косметологические услуги, будут работать по предварительной записи. Будет приостановлено движение межрайонных, межобластных, регулярных автобусов, микроавтобусов. Уважаемые жители области, данные ограничительные меры направлены на стабилизации, для стабилизации эпидемиологической ситуации на территории нашей области. Прошу отнестись с пониманием и соблюдать все требования, указанные в постановлении главного санитарного врача области. В данное время проводится работа Департамента санитарно-эпидемиологического контроля совместно с Управлением здравоохранения и местными исполнительными органами по подготовке региона к прививочной кампании. Для этого готовится необходимое оборудование, начато обучение специалистов. Есть план по вакцинации, утвержденный Министерством здравоохранения. В области вакцинации подлежит более 180 тысяч человек. На первом этапе это работники инфекционных стационаров, скорой помощи, специалисты эпидемиологической службы, затем учителя, преподаватели. На областном и районном уровне сейчас ведутся подготовительные работы. Будет поставляться российская вакцина «Спутник Ви». И еще есть отечественная вакцина «Каз-Ковид-Ин», которая проходит третий этап испытаний. Будет проводиться разъяснительная работа, но принуждать никого не будут. Наша область вошла в красную зону. Принято новое постановление главного санитарного врача области, которое вступит в силу 25 января и продлится до стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе. Екатерина Шмидт, Рустем Ищанов, Латенбек Кабделов, телеканал «Акжаик».